Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы обсудить с вами очень интересную тему. Сравнение двух футболистов, которые не так давно перебрались с постсоветского пространства в большие европейские чемпионаты. Речь про Хвичу Кварацхелию, который перешел в Наполе, и Михаила Мудрека, который перебрался в лондонский Челси. И я думаю, вы уже понимаете, в чем смысл этого сравнения, в том, что Кварацхелия сходу стал звездой, показывает себя блестяще, забивает мячи, отдает голевые передачи, и вообще его уже сравнивают с Марадонной и со всеми остальными. В общем, не переезд, а сказка. И Михаила Мудрек, который столкнулся с колоссальными проблемами и с колоссальными трудностями, который уже сел на скамейку запасных, и который, ну, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, просто перешел вообще не в ту команду. Давайте обсудим эту ситуацию, потому что здесь, на мой взгляд, есть очень важное отличие, очень важный нюанс, который как раз-таки и разнит эту историю. Историю Кварацхели, который добился успеха, и историю Мудрека, который пока что, ну, оказался просто не к селу, не к огороду, в Челси и вообще в английском футболе. Давайте все это разберем и обсудим. Но сейчас важные новости. Мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, и она делает просмотр спортивных событий еще ярче и интереснее. Пари работает на новой технологичной платформе и в сетке нашего легального партнера. Тут есть события по футболу, хоккею, баскетболу, боксу, да и вообще всем возможным видам спорта. Сегодня, например, я решил сделать ставку на долгожданный матч сборной России и национальной команды Ирана. Из патриотических чувств я, пожалуй, поставлю на российскую команду. Тем более, что коэффициент на их победу достаточно интересный. Приложение Пари является современным и очень технологичным. И вы можете пройти на него по ссылочке в закрепленном комментарии и получить там фейбет на 1000 рублей. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. Вообще, знаете, следует отметить, что все эти разговоры сейчас, они появились во многом из-за того, что один небезызвестный в прошлом хорватский футболист Дайо Сырна, который сейчас активно занимается делами донецкого шахтера, продолжает нести откровенный бред в прессе. Я напомню, что этот человек еще до перехода Мудрика в состав Челси рассказывал о том, что это будет величайший футболист в истории, что это настоящий гений и так далее. И в результате у многих были, прям скажем, завышенные ожидания от Мудрика. И вот недавно Дайо Сырна отгрузил очередную странную цитату. Дескать, Мудрик это третий футболист мира после Венисиуса Имбаппе в своей роли. То есть в роли вот такого крайнего атакующего хавбека, крайнего нападающего, вингера называть как хотите. И таким образом Сырна как бы поставил Мудрика выше Коворацхелии, что, конечно, звучит очень смешно, мягко говоря. И вот тут уже многие начали писать комментарии в стиле Дайо, успокойся, Мудрика уже продали. Не надо набивать ему цену еще больше, вы и так его продали за 100 миллионов фактически. Ну и в этих условиях, конечно, мы видим очень серьезную разницу двух историй в принципе. Ту самую разницу, о которой я сказал. Мудрик и Коворацхелия это люди, которые совсем по-разному приехали в Европу. Если говорить об украинце, то это, ну, скажем так, дурдом какой-то. По-другому это не назвать. Это совершенно немыслимая зарплата и ценник, которые были выписаны за футболиста. 100 миллионов, вот да, разумеется, там 100 миллионов это вместе с бонусами, со всеми остальными доплатами, но все равно. Даже если рассматривать эту сумму как 70 плюс 30, 70 миллионов гарантированно, 30 бонуса. Это все равно немыслимые бабки за Мудрика, при всем уважении. И тут и Челси, твари черт знает что, команда тратит немыслимые деньги последнее время. И Донецкий Шахтер, мало того, что продал, условно говоря, Мудрика за большие деньги, так еще и устами того же самого Дайо Сарна продолжает набивать ему цену. Продолжает нагнетать хайп. Продолжает раскручивать неплохого футболиста, в общем-то, как второе пришествие Иисуса Христа, ей-богу. Что вот я не знаю, это вот действительно какой-то новый Криштиану или новый Месси, не меньше. И в результате огромные ожидания, огромные напряжения и так далее. В случае с Кварацхелией было ли хоть что-то подобное? Нет. Кварацхелия пришел в Наполе, во-первых, за меньше деньги, во-вторых, без пафоса, без громких заявлений и объявлений. И представители его бывших команд, не знаю, там, Рубины или Динамо, они не рассказывали о том, что это будет лучший футболист серии А, что это, не знаю, там, новый Кипиани или еще кто-то. Нет, таких пафосных слов не было. Парень просто приехал и начал круто играть. Без болтовни, без лишних вот этих громких слов от его агентов, представителей и так далее. А вот в случае с Мудриком, ну, настолько переигрели атмосферу, что дальше просто некуда. При этом следует отметить, что Мудрик, как я уже сказал, перешел еще и не в ту команду. То есть, если бы он попал в арсенал, он бы оказался в своей стезе, в своей стихии и в команде, которая действительно играет и в которой можно качественно показывать атакующий стиль игры и где может добиваться результата. И в этом смысле это был бы идеальный переход. Это был бы переход, как и у Кварацхели, который попал в нужную команду в нужное время и оказался в нужном месте. А Мудрик попал в Челси, где просто жопа полная в том плане, что на каждую позицию по несколько игроков не совсем понятно, как все это великолепие использовать. То есть, тренер Поттер вообще не представляет, как строить команду. Команда играет ужасно. Команда впереди вообще ни черта не показывает. И в этих условиях, в условиях раздрая, любому футболисту будет тяжело. А когда речь идет о молодом пареньке из Украины, который приехал за огромные деньги, от которого ждут каких-то суперсовершений, но здесь тебя просто вся ситуация будет давить. Давить, и ты окажешься в положении постоянного стресса. Что касается Кварацхелия, ну тут в принципе и ожиданий каких-то вот на уровне Мудрика от него не было. Никто не считал, что Кварацхелия должен с первых же матчей тянуть команду. Никто не считал, что Кварацхелия должен там сходу стать лучшим игроком на поле и так далее. Все изначально предполагали, что это вообще подписание на будущее. Молодой перспективный паренек постепенно станет своим и так далее. А когда он стал играть, это было больше, чем ожидали итальянцы. Это был приятный сюрприз. И, конечно же, здесь ситуация уже в корне иная. И при этом, вы меня простите, Наполи при Спалетти это настолько круче, чем Челси при Поттере, что здесь даже сравнивать все это бессмысленно. Что бы было, если бы, допустим, футболисты пошли по разным маршрутам, вот если бы они вообще КС накрест пришли, то есть Мудрик в Наполи, а Кварацхелия в Челси? Это, на самом деле, сложный вопрос. Вот если мы представим, что они поменялись бы местами. Но я могу точно сказать, что Кварацхелии в Челси было бы чертовски тяжело, и не исключено, что он столкнулся бы с теми же проблемами, что и Мудрик. А Мудрику было бы сподручнее играть в Наполи на позиции крайнего хавбека и разрывать бровку. Я это себе запросто представляю, но все-таки здесь, мне кажется, проблема еще в том, что объективно масштаб таланта Кварацхелии выше, чем у Мудрик. И это чувствовалось в том числе по временам, которые он провел в чемпионате России, в чемпионате Грузии и так далее. Уже там было видно, что это не просто игрок маневра, ревка или чего-то еще. Это игрок-феномен с нестандартным мышлением, с умением мыслить так, как не мыслит никто и так далее. Это не просто физика, техника и рывок. Поэтому Кварацхелия даже с самых первых матчей в составе Локомотива, когда он молодым пареньком, пацаном, можно сказать, еще выходил на поле, уже тогда чувствовалось особая стать, особый смысл его игры. Поэтому здесь, ну уж простите меня, соплеменники украинцы, мои дорогие, но Мудрик это не ровник Кварацхелии в принципе, как игрок. И мне кажется, что будущее у них совсем разное. И поэтому, когда качественный игрок, но все-таки ограниченный, получает 100-миллионный трансфер и раскрутку на уровне нового крестьяна, это одно. А когда игрок с действительно гениальными задатками за небольшие деньги переходит в Наполе, это совсем другое. Поэтому тут и напряжение разное, и совершенно разные истории по своей сути. Хоть и похоже началом этой самой истории.